Спасибо. Наверное, я сразу начну со своей презентации, хотя время от времени я буду отключать демонстрацию экрана, буду переходить. Я наконец приобрел планшет, но я еще не мастер пользоваться планшетом, и мы что-то будем решать как бы на доске, используя планшет. Ну и время от времени я буду просто, чтобы было меня видно, а не то, что говоря звукозапись или звукозапись какого-либо выступления. Итак, две теоремы о неподвижных точках. Вы знаете, что мне нравится, есть вещи, которые мне не нравятся, но что мне нравится в этом всероссийском математическом кружке, что здесь нацеленность не на олимпиадную подготовку, которая сама по себе тоже интересна, а на рассказ про вещи, которые доступны на самом деле старшекласснику, но при этом на самом деле являются дверкой в некоторой области современной математики. Современной математики и не только математики. Вот сегодня я хочу рассказать про теоремы о неподвижных точках. Совсем точно ровно про две их множества, теоремы о неподвижных точках. Более того, некоторые художественные фильмы невозможно понять, не зная, что есть теоремы о неподвижных точках. Но давайте все-таки теперь по порядку о теоремах о неподвижных точках. Так, одну секунду, я сейчас во весь экран сделаю, а теперь во весь экран. Значит, план следующий. Сегодня я хочу рассказать только лишь два первых вопроса. Что такое неподвижная точка и рассказать об одной теореме, теореме Банаха о неподвижной точке. Через две недели собираюсь рассказать про теорему Тарского Кнастера и, может быть, про самое для меня эффектное применение этой теоремы в проекте верификации, формальной верификации программного обеспечения марсохода Кьюриосик. Была ли формально верифицирована программное обеспечение Perseverance, ныне самого здорового американского марсохода, я не знаю. А вот по Кьюриосити я потом расскажу. И как оказывается теорема о неподвижных точках уже используется в марсианских программах. Итак, первая часть. Что же такое неподвижная точка? Вы знаете, первое, первое, что бросается в глаза, так это обычно люди вспоминают из курса и школьного курса информатики или университетского, что есть представление чисел с фиксированной запятой, по-русски с фиксированной запятой или по-английски с фиксированной точкой и с плавающей точкой. Представление с фиксированной запятой, что такое? Лучше всего понять вот на этом простом примере. Вот здесь, конечно, это приближение числа Пи, но вот это приближение с фиксированной запятой. Когда мы точно знаем, мы просто представляем число именно так. Точка стоит там, которая разделяет целую часть и ее дробную часть, и дробную часть числа. Для того, чтобы было еще понятнее, вспомним, что такое представление с плавающей запятой. В частности, в информатике и в современных компьютерах чаще всего представление с плавающей запятой это следующее. Сначала число представляется в виде произведения мантисы и экспоненты. В данном случае мы сейчас не будем обсуждать, как представляются числа, в какой системе счисления в компьютере. В двоичной, в пятеричной, в стоичной. Мы сейчас для простоты работаем в десятиричной системе. И с плавающей запятой или с плавающей точкой представление в компьютере теперь такое. Мантиса обязательно число не меньше, чем 0,1, но меньше единицы. Таким образом, вот на этом месте десятых никогда не может стоять нолик. Здесь обязательно стоит как минимум единица. Это требование. Требование стандарт. И поэтому обычное нами рассмотренное представление с фиксированной запятой 3,14 и так далее, это есть как раз 0,314156 умножить на 10 в первой. Это представление с плавающей запятой. Это с фиксированной, это с плавающей. Конечно, в математике мы могли бы рассматривать и представить не обязательно такое строгое ограничение на мантису, что вот обязательно первая десятичная цифра обязательно не 0. Это не так принципиально. Но в информатике принято так. Первая десятичная в дробной части должна быть не 0. Так вот, мы будем говорить не об этих неподвижных, не об этих вещах, не о представлении чисел с фиксированной или плавающей запятой. С фиксированной или с плавающей точкой с фиксированной или плавающей запятой. Мы будем говорить о совсем другом. Неподвижной точкой мы будем называть решение любого уравнения следующего вида. Извините, опять случайно кликаю лишний раз и получается, что перехожу на следующий слайд. Давайте разберемся получше. Значит, предположим, что у нас есть какая-то функция, действующая, например, из вещественных чисел в вещественные числа. Но не обязательно из вещественных чисел. Например, из отрезка вещественных чисел в тот же отрезок вещественных чисел. Обычно в таких случаях говорят даже термин функция, а обычно говорят операция. Операция это достаточно общее соглашение, что операции принято называть функцию, у которой область определения и область значения совпадают. Мы довольно-таки часто имеем дело, обычно мы имеем дело с операциями. Именно поэтому, например, операция сложения на натуральных числах это операция, потому что действуя из, складывая два натуральных числа, мы получаем третье натуральное число. Однако, разумеется, могут быть функции, которые не являются операциями в этом смысле слова. Вот этот термин здесь употреблен достаточно строго. Операция это функция, у которой область определения и область значения совпадают. Однако, иногда люди употребляют слово операция и в более широком смысле слова. Вообще, что-либо, что у чего описано, как ее выполнять. Так вот, так или иначе, но раз мы договорились вот сейчас придерживаться традиции, что операция это функция из множества в него же само, например, из вещественных чисел вещественные числа, то можно поставить такую задачу, решить вот такое уравнение. f от x равняется x. Сейчас у нас будет пример. И любое решение такого уравнения будет называться неподвижной точкой. Почему? Потому что, глядите, очень естественное название. Мы применяем операцию, функцию x и никуда не сдвигаем ее. x остается на месте. Давайте сейчас посмотрим несколько примеров. Заметим, что неподвижных точек может вообще не существовать. Например, если у нас функция это просто x плюс 1. Давайте сейчас мы договоримся для простоты, что говорим о функциях вещественного переменного. Функция x плюс 1 не имеет неподвижной точки вообще. Ну, почему так? Давайте попробуем. Сейчас я остановлю демонстрацию экрана и попробую что-то пописать на планшете. Посмотрим, как получится. Так, одну секунду. Кстати, давайте пока познакомимся. Будьте добры, представьтесь, кто есть кто. Я вот вижу Василия Олеговича. Это, наверное, как раз все-таки Тимур, да? Да, это я. Ну, все нормально. Макпро – это что такое? Или кто такой? Непонятно. Антон Галеев вижу. Артем Шарий. Шарай, прошу простить. И Артур Голицын. Несколько человек. Ну, тут много сегодня человек. Ну, ладно. Меня главное интересует... Скажите, пожалуйста, у нас есть 9-10 классники сегодня? Отзовитесь, 9-10 классники. Я здесь. Да, я просто в 9 классе. Хорошо. Я буду это иметь в виду и постараюсь рассказывать и вам, чтобы было понятно. Младший 9 класса есть кто-нибудь? Пока нет. Хорошо. Давайте я попробую сейчас поделиться еще раз экраном, но теперь уже планшетом своим. Да. Виден планшет, да? Да. Виден? Да, видно. Замечательно. Да, видно. Замечательно. Давайте попробуем. Еще раз приношу извинения. Я только учусь пользоваться планшетом, поэтому я постараюсь быть аккуратным, но как уж получится. Ой, сейчас извините. Сначала надо выбрать средство. А теперь можно писать. Итак, наша функция это х плюс 1. А неподвижная точка это решение вот такого уравнения. Мы говорим про функции, которые действуют на вещественных числах. Но очевидно, что 1 не может быть равно 0. Поэтому у функции х плюс 1, ну никак не может быть ни одной неподвижной точки. Все согласны с этим? Да. Замечательно. Извините, я буду время от времени спрашивать, потому что все-таки цель не выступить, а цель все-таки достигнуть какого-то совместного знания. Правильно ведь? Давайте посмотрим еще какую-нибудь функцию. А вот теперь давайте посмотрим, например, вот такую функцию. 2х плюс 1. Имеет ли она неподвижные точки? Неподвижная точка это то, что является решением вот этого уравнения. Ну, это уравнение решается, конечно, очень просто. Х равняется минус 1. Ура! У этой функции есть неподвижная точка. И ровно 1 до среди вещественных чисел. Согласны? Согласны с первым? Это понятно, да? Да, это все понятно. Хорошо, давай теперь дальше. Теперь я перехожу опять к демонстрации экрана, но теперь по-прежнему уже свою презентацию. Вот она. Давайте пробежимся дальше. Значит, может не существовать неподвижных точек. Может существовать одна, как во втором случае. Может существовать несколько неподвижных точек. Например, очевидно, что х квадрат минус 1. Чтобы найти неподвижные точки, надо х квадрат минус 1 приравнять х. И решить квадратное уравнение. По счастью, из-за того... Значит, у нас квадратное уравнение получится х квадрат минус х минус 1 равняется нулю. Это уравнение, очевидно, имеет решение вещественное. Так? Это легко проверить. Оба этих вещественных корня являются неподвижными точками функции х квадрат минус 1. Дальше. Функция может иметь бесконечно много неподвижных точек. Например, функция х плюс синус х имеет бесконечно много неподвижных точек. И давайте поймем, какие. Позвольте я опять остановлю демонстрацию презентации. И опять перейду. Благо, что у меня кажется, получается. Значит, функция х плюс синус х. Неподвижная точка – это решение уравнения вот такого. Значит, десятиклассники, вы ведь уже знаете, что такое синус, правильно? А девятиклассники? Да. Да, конечно. Спасибо. Нет, мало ли, программы бывают очень разные. Значит, решаем это уравнение и получаем, что… Не лучше не тут, давайте вот здесь. Синус х равен нулю. То есть, х может равняться к пи, где к принадлежит целым числам. Правильно? Вот, бесконечно много неподвижных точек. То есть, ситуации могут быть очень, очень разные. Вопрос о том, зачем нам изучать неподвижные точки, пока я позволю себе не обсуждать. Хотя сразу же скажу, я уже фактически сказал, фактически уже сказал, что вот даже при создании curiosity использовались неподвижные точки. Ну и, наконец, последний пример, что неподвижными функция может иметь любое значение аргумента может быть неподвижной точкой. Действительно, если мы возьмем просто функцию х, то уравнение х равно х вообще тождественная истинная. При любом х, любое значение х – это неподвижная точка этой функции. Правильно? Замечательно. Так что же такое теоремы о неподвижных точках? Теоремы о неподвижных точках – это утверждения, которые позволяют сформулировать условия на функцию, на область определения. Такие, которые гарантируют существование неподвижной точки. А часто еще и описывают метод, как эту неподвижную точку искать. Вот. Таких теорем очень много. Пожалуй, начнем с первой, которая обычно в университетах проходит, если не ошибаюсь, на математических факультетах, на третьем курсе. Но мы попробуем сейчас с ней познакомиться, не изучить все детали, но познакомиться прямо сейчас. Может быть, мы не будем ее доказывать во всех деталях, а только лишь я поясню, как ее можно доказать. Теорема Банаха о неподвижной точке сжимающего отображения. То есть полное название – теорема Банаха о неподвижной точке сжимающего отображения. Вы знаете, я, пожалуй, начну... Так получилось, что в этих моих лекциях про две теоремы о неподвижных точках обе теоремы были доказаны во Львове, в то время, когда это было по территории Польши. Вмежду Первой и Второй мировой войны. Теорема Банаха о неподвижной точке и теорема Тарского Кнастера о неподвижной точке. Это разные теоремы. С формулировкой мы сейчас разберемся. Однако, кое-что забавное я сейчас хотел бы рассказать. Почему? Потому что на самом деле люди сквозь теоремы и сквозь математику очень интересны. Действительно очень интересны. В жизни Стефана Банаха, как вы видите, он успел пожить в разных странах, никуда не переезжая из города Львов. Родился он еще в царской России. Потом жил в Польше. Потом в Советском Союзе. И умер в Советском Союзе. В 45-м году, вскоре после конца войны. Как видите, его жизнь пришлась на очень драматический период истории мира и Европы в частности. По этой территории несколько раз прокатились войны туда, обратно, с запада на восток, с востока на запад и так далее. Но интересно то, что действительно в 20-е и 30-е годы во Львове сложилась удивительно сильная математическая школа во Львовском университете. Но забавно еще и следующее. В 39-м году Стефан Банах успел даже побыть депутатом городского совета, когда Западная Украина была присоединена к Украине и Советскому Союзу. Так что я помню, в советское время, когда я ездил во Львов, мне показывали столик в одном кафе, на котором стояла табличка. За этим столиком очень любил обеды депутат горсовета Стефан Банах. Как вы понимаете, это юмор математиков. Потому что для всех остальных кто такой Стефан Банах? Неужели памятник лишь только тем, что депутат горсовета? Тем не менее, он один год успел побыть депутатом горсовета. Но теперь перейдем все-таки к основной теореме. К основной теореме. Давайте сначала ее прочитаем, а потом постараемся разобрать, что есть что в этой теореме. Что в ней что означает. Итак, у нас есть функция из х в х, операция. Девятидесятиклассники, вам обозначение вот это знакомо? Что функция, это функция, откуда она действует, куда действует. Знакомо? Ну вот, мы, конечно, функцию f обозначаем, но тут t, я думаю, большой разницы нет. А так вот, что вы пишете стрелку, область определения, область значения, вы также и пишете, правильно? Нет, мы в скобочке пишем, там круглый квадрат в скобочке. Понятно. Тем не менее, извините, в том случае, в таких случаях, понимаете, пожалуйста, останавливайте и спрашивайте. Даже на уровне обозначения должно быть все понятно. Все понятно. Так, хорошо, тогда продолжаем. Слово отображение это синоним функции. Что такое сжимающее? Я сначала поясню, а потом объясню, используя, определю формально, используя свой планшет. Итак, неформально, интуитивно, сжимающее, это вот что такое. Представьте себе карту, географическую карту. Причем идеальную географическую карту, которая все детали воспроизводит, но только с некоторым масштабом. Как вы сами понимаете, расстояние между любыми двумя объектами на карте будет равно расстояние, извините, будет, можно вычислить, как расстояние между оригинальными объектами, умноженными на масштаб. Правильно? Так ведь? Мы умножаем на масштаб. Так вот, если этот масштабный множитель меньше единицы, это называется сжимающим отображением. Мы сейчас не обсуждаем, как карта строится, какая проекция для этого используется. Просто сжимающая отображение, это карта, идеальная карта, воспроизводящая все объекты, но только расстояние между ними становится меньше в какое-то количество раз. Сейчас я это повторю уже более формально. Дальше идут следующие магические слова. На непустом, полном метрическом пространстве. Слово пространство не надо пугаться. Математики очень... Ой, извините. Поперкнул, сейчас выпей глоток кофе. Так вот, слово пространство пугаться не надо. И вот почему. Математики очень часто пространством называют просто множество. Просто множество, если в нем есть обычно какая-то дополнительная структура. Однако в данном случае пространство, просто пространство, хотя вот тут идут слова полное метрическое. Вот если на множестве. Множество состоит из элементов или точек. Если между этими точками есть расстояние, как-то определено расстояние, то такое множество называется метрическим пространством. То есть метрическое пространство это просто множество, между элементами которого определено расстояние. Простейший пример. Вот возьмем плоскость и обычные точки на ней. Если мы не говорим ни о чем, если мы не измеряем расстояние, мы просто говорим, что плоскость это множество точек. Ну, особенное множество точек, но множество точек. Но как только мы вводим расстояние между этими точками, мы можем говорить, что эта плоскость является метрическим пространством. Что такое полное метрическое пространство? Я еще это все повторю потом, используя планшет, а пока разбираем формулировку. Некоторые вещи надо повторить несколько раз. Полное метрическое пространство – это случай, когда у любой последовательности, ну, у любой, ну, не у любой. Уважаемые слушатели, вы помните, вот так, может быть, вы уже читали «Войну и мир» Толстого, а может быть, по какому-нибудь другому, в другом предмете проходили так называемую «Апорию Зенона» об Ахиллесе и Черепахе. Знаете такое слово? «Апория Зенона» – Ахиллесе и Черепаха. Слышали такие слова? Впервые слышу. Замечательно. Это никогда не слышал. Давайте расскажу. Давайте расскажу. Зенон – это древнегреческий философ. Ему приписывают несколько парадоксальных суждений. Не суждений, а рассуждений. Так называемых «апорий», противоречивых рассуждений. Одно из них сформулировано так – «Ахиллес никогда не догонит черепах». И формулируется следующим образом. Это «Апория». Давайте я сейчас остановлюсь, потом мы еще вернемся. Остановлю эту презентацию с презентацией и опять перейдем на планшет. Потому что тут, наверное, лучше будет порисовать. Так, сейчас. Где тут у нас? Вот давайте я сейчас нарисую, как смогу. Ой, опять забыл. Видите, я еще не мастер пользоваться. Нарисую «Ахиллеса». И черепаху. И черепаху. Черепаху получилось вполне правдоподобно, а Ахиллес хуже. Так вот, в начальный момент времени между Ахиллесом и черепахой, например, 10 метров. Ахиллес идет со скоростью, предположим, метр в секунду. А черепаха, предположим, 10 сантиметров в секунду. Значит, через 10 секунд Ахиллес пройдет это расстояние 10 метров и будет там, где была черепаха. Но черепаха за это время отползет. Ахиллес быстро пройдет это расстояние, на которое черепаха отползла. Но черепаха опять отползет. Правильно? Ахиллес и это расстояние пройдет быстро, но черепаха опять отползет. И таким образом складывается впечатление, что Ахиллес никогда не догонит черепаху, потому что мы в этом процессе никак не можем указать момент, когда он будет именно в том месте, где находится черепаха. Всегда между ними какое-либо расстояние. Самое интересное, что Лев Толстой этот парадокс рассказывает о войне и мире. Но в данном случае, что мы имеем? Мы имеем последовательность, которая все ближе и ближе приближается к черепахе. Первый раз расстояние 10 метров. Потом расстояние значительно меньше, потом еще меньше, еще меньше, еще меньше, еще меньше. И складывается впечатление, что Ахиллес никогда не догонит черепаху. Так вот, полное метрическое пространство – это случай, когда у этой последовательности, когда каждый член, скажем так, в какое-то количество раз все меньше и меньше и меньше, рано или поздно мы достигнем черепаху, и будет момент времени, когда Ахиллес ее догоняет и становится на нее. Вы знаете, так как сегодня, вообще говоря… Это, кажется, является фундаментальной последовательностью. Вы совершенно правы. Просто это, наверное, говорит уже студент, правильно? Нет. Как вас зовут? Из какого вы класса? Артур, 10 класс. Вы проходите фундаментальные последовательности, да? Ну, хорошо, что вы это знаете, да. Мне бы сейчас не хотелось больше углубляться. Тем не менее, вы абсолютно правы. Это фундаментальная последовательность. Ну, или там еще, можно сказать, последовательность, удовлетворяющая критерию Каши. Еще один пример. Уже без Ахиллеса, но более, как мне кажется, еще более понятный. Потому что более формальный. Так вот, для древних греков, как решить этот парадокс, было непонятно. Для них это был… Он потому и остался в памяти человечества, что для древних греков это был вызов. А теперь посмотрим еще одну ситуацию. Вот давайте, например… Давайте, например, посмотрим, Раз уж мы на первом слайде начали с десятичного приближения числа Пи, Запишем то самое. Давайте посмотрим десятичные приближения числа Пи. Первый член последовательности – 3. Второй член последовательности – 3,1. Третий – 3,14. Четвертый – 3,141. Ну и пресловутое и так далее. Так вот, глядите. Это действительно, как было сказано, это действительно фундаментальная последовательность. Не определяя до конца, важно то, что мы все ближе и ближе приближаемся к существующему в вещественных числах числу Пи. Хотя каждый раз берем десятичное, конечное приближение, кусок префикс разложения по степеням десятки, правильно? Ну так вот, однако посмотрим. Если мы ограничимся только лишь рациональными числами, у этой последовательности предела нет. А в то же самое время, если мы рассмотрим, поэтому рациональные числа – это пространство, в котором есть расстояние, расстояние между числами там есть. Но там есть фундаментальные последовательности, у которых нет предела, как у этой последовательности. Потому что Пи и рациональное число, оно не попало в рациональность. Однако совсем по-другому дело обстоит в вещественных числах. Там не только есть расстояние между числами, поэтому это метрическое пространство. Но любая фундаментальная последовательность, и в частности вот эта наша последовательность, имеет предел. Значит, полное метрическое пространство – это множество, на котором есть расстояние между объектами, которые мы называем точками. И такое, что любая фундаментальная последовательность, например, разложение числа Пи по представлению конечными рациональными числами числа Пи, обязательно имеет предел. Или Ахиллес обязательно догонит черепа. Вот. Вернемся к демонстрации презентации. Пока все понятно, уважаемые слушатели? В принципе, да. Хорошо. Давайте продолжим дальше. Итак, мы разобрались со многими вещами. О, я забыл объяснить, что только сжимающее. Сейчас объясню, но еще давайте зачитаем теорему до конца. Так вот, если у нас есть сжимающее отображение, сжимающее объяснил, и тем не менее, сейчас объясню еще раз, уже более формально. Причем на непустом полнометрическом пространстве, тогда такое отображение обязательно имеет ровно одну неподвижную точку, которую давайте мы обозначим х со значком бесконечность внизу. То есть типичный пример теоремы о неподвижной точке. Условия на функцию, условия на область определения, ну и область значений. И утверждение, что неподвижная точка существует, и ровно одна. Ну давайте, раз уж надо, я не забыл объяснить, что такое сжимающее формально, давайте я сейчас все-таки введу это определение сжимающее формально. Вот, итак, раз уж я обозначил функцию через Т, то сжимающим отображение называется сжимающим. Давайте лучше тогда немножко не так сейчас. Раз уж ясн Philippи. Раз уж ясн characterize решения! сейчас я напишу и прочитаю и объясню так вот отображение t называется сжимающим если для любых точек этого пространства расстояние d это расстояние между точками исходными точками умноженное на некоторое c причем все строго меньше единицы гарантированно больше чем расстояние гарантированно больше чем расстояние между образами смотрим точка x перешла в точку t от x точка y перешла в точку t от y то есть помните как говорил про карту сжимающие отображение этого карта в исходном пространстве например в россии есть города москва коза москва и казань это в частные случаи x и y на карте расстояние между ними будет сколько-то десятков сантиметров отображение это отображение гора реальных объектов на карту и это сжимающее отображение то есть масштаб может при масштабирование расстояние точно убывают и убывают не менее чем на какую-то констант не менее сколько чем константное число раз и эта константа точно меньше единицы это называется сжимающим отображение на мой взгляд это очень естественное конечно ну так вот как же доказывается теорема тарского ой банаха они подвижные точки вообще доказательства я сейчас воспроизводить не буду но тем не менее я опишу основную идею если возникнет желание мы можем вернуться и в следующий раз попытаться доказать эту теорию хотя на самом деле для нас сейчас не так важно дело обстоит следующим образом берем как мы сейчас построим некоторый итеративный процесс в результате которого мы построим что будем строить точки x 0 x 1 x 2 и так далее и окажется фундаментальной последовательностью а раз фундаментальной то наше а так как наше пространство полное фундаментальная последовательность обязательно имеет предел этот предел и будет неподвижной точкой x бесконечности еще раз мы находимся в полном метрическом пространстве в полном это означает всякая фундаментальная последовательность обязательно имеет предел и мы так и будем делать мы берем произвольный элемент и выходя из него строим новые элементы обнаруживаем что это последовательность фундаментально а следовательно в силу полноты пространству не обязательно есть предел этот предел мы объявляем неподвижный то этот предел мы объявляем точкой x с индексом бесконечности это то это это точь этого это предел и будет неподвижной точкой этого преобразования отображение давайте не доказывая теорему хотя доказать его можно было однако это потребует большего времени и я бы хотел в таком случае вот более активного участия слушателей и поэтому сейчас пожалуй я скорее бы никак не хотел бы прямо сейчас это делать будет интерес докажем ее а вот давайте посмотрим на ее применение давайте даже я сначала посмотрим применение несколько неожиданно сначала развлекательное чисто применение а потом вернемся к одному содержательному интересному пример как и так я живую работаю в инополисе инополис молодой город в татарстане поверьте на слово что вот справа вы сейчас видите карту татарстана вот а тем самым раз это карта татарстана то у нас причем раз это карта татарстана и сейчас я нахожусь физически в татарстане если бы она лежала у меня на столе то это было бы сжимающее отображение татарстана на карту согласны 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 видите предположим что это карта физически на бумаге я кладу я на стол у себя в комнате вот и так как это находится в татарстане то отображение точек реальных точек татарстана на точке в этой карте от отображения из татарстана в татарстан правильно что так хорошо замечательно спасибо давай теперь посмотрим следующее так вот причем карта у нас идеально здесь действительно отображены любые точки так вот утверждается следующее что как бы я не положил эту карту на стол как бы я не положил эту карту на стол всегда всегда на этой карте найдется такая точка что если я воткну в эту точку булавку то булавка воткнется на столе в ту же самую точку в изображение которое воткнул булавку на карте это понятно да как же доказать эту теорему а вот давайте сейчас перейдем как доказать это это следствия это такой любопытный факт как доказать исходя из теоремы банаха сжимающим отображение давайте опять вернемся к планшету разумеется сейчас я буду рисовать абстрактного сферического коня вакууме не карту татарстан сейчас я нарисую качество прямоугольниками не особенно интересует но умные программные обеспечения его превратила в правильным правильный в правильный квадрат это татарстан условно говоря и кстати вы слышали эту забавную историю про то что не теряя общности можно считать что человек имеет форму шар наверное слышали эту историю если нет я потом расскажу не считая не теряя обществе будем считать что это карта что это реальный татарстан а вот это карта татарстана расположенная в татарстане хорошо какое отображение мы зададим отображение такое точка и и и забрать это вот что она соответствует на карте это вот наше отображение т так для каждой точки а теперь как соответственно как же доказать используя теорему банаха неподвижной точки что обязательно найдется та точка которая вот заметим здесь исходная точка расположена вот здесь а ее образ вот здесь если мы приколим кнопкой или булавкой вот эту точку на карте мы не проткнем исходную точку мы проткнем какую-то другую точку правильно а теперь давайте выполнять в точности тот самый процесс который у нас получился ведь под картой находится физическая точка татарстана правильно давайте теперь применим к этой точке отображение т вот это физическая вот сейчас это же физи это уже имею ввиду сейчас физическую точку под под картой не на карте а под картой при этом отображение она опять же так эта точка татарстана перейдет в какую-то точку на карте правильно опять же под этой точкой опять есть реальная физическая точка в татарстане она опять перейдет куда-то на нашей карте чего цель заметим мы находимся в условиях теоремы банаха в силу масштабирования у нас и причем не важно как лежит карта как повернуто по отношению к татарстану или нет у нас у нас получается сжимающее отображение реально мы считаем что татарстан это полное метрическое пространство расстояние есть и что физическая модель веществует математическая модель вещественных чисел вполне адекватно а вещественные числа полное полное пространство значит у этой последовательности обязательно есть все более маленькими шажками ходим 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 и наконец приходим в какую-то точку которую как раз если ту самую x бесконечность значит вот это у нас x0 это у нас x1 это x2 а вот дальше вот это уже x бесконечность тот самый предел этой фундаментальной последовательности она и есть та самая точка в которую воткнув булавку мы уже никуда дальше не переместимся мы воткем булавку в ту же самую точку на карте что и под картой это понятно? или надо повторить? примерно да замечательно хотя факт выглядит совершенно неожиданно и несколько парадоксально кстати к слову сказать для некоторого отдыха я вам сейчас предложил рассказать пару анекдотов про математику и математику кто из вас знает эту историю при не теряя общности может считать что человек имеет форму шаг знаете эту историю? нет история следующая опять же я не свидетель мне всего лишь 60 лет поэтому я не жил во время парижской всемирной выставки очень известный с 1900 года но во время всемирной выставки всемирная выставка была большим культурным экономическим промышленным и культурным событием кроме вы извините кроме выставочных павильонов там были организованы в частности лекции и спектакли представителей науки и культуры каждой из стран в частности на одной в частности публичную лекцию о кройке и шите одежды давал российский математик чебышов как вы сами понимаете название о кройке и шите одежды лекция математика привлекла внимание французских модельеров но первые слова лекции были такие не теряя общности можно считать что человек имеет форму шара как вы понимаете после этого почти все модельеры ушли тем не менее вот то же самое здесь я начал с того что не теряя общности будем считать что татарстан вот этот квадрат а его карта вот этот маленький внутренний квадрат замечательно давайте теперь перейдем к следующему уже более интересному примеру а кстати обычно вот этот пример о том что если мы берем карту какой-то местности и кладем на землю или на плоскую поверхность в этой же местности то обязательно есть точка которая будет соответствовать точке взаимно однозначно точка на карте и точка под картой будет соответствовать друг другу обычно считается применением так называемой теоремы брауэра а не подвижные точки но как видите ее можно доказать исходя из теоремы банаха о сжимающем отображении и заодно запомним теорема банаха о сжимающем отображении это теорема именно вот об этом что если у вас есть пространство и в нем есть масштабированная карта то обязательно есть точка на карте которая совпадает с точкой под картой на самом деле это здесь использование слова масштабированное как раз и говорит что это сжимающее отображение я прошу прощения Николай Вячеславович сказали что это рассуждение можно применить для доказательства теоремы брауэра или нет обычно считается что этот пример демонстрируют как пример применения теоремы брауэра наоборот наоборот в теореме брауэра там метрика не используется вообще говоря нет нет просто более теорема брауэра значительно более общая более общая чем теорема банах нет нет как раз Но обычно люди могут прочитать про вот это применение про карту, этот пример про карту, именно в контексте рассказов про теорему Брауэра. Все. Понятно? Я ответил на ваш вопрос? Хорошо. Уважаемые слушатели, нужно ли сделать какой-нибудь перерыв? Лично я не устал. Нет, не надо. Хорошо, продолжаем дальше. Давайте теперь вернемся немножко назад и посмотрим более интересный пример, ради чего вообще теорема Банаха на самом деле нужна и находит применение. Разумеется, не ради вот этого занимательного факта про географическую карту Татарстана. На самом деле теорема Банаха активно используется в вычислительных методах. И сейчас мы посмотрим на одно такое применение. Конечно, это применение очень простое, специально сделано простое для лекции. Общая теория не будет излагаться. Однако, это пример действительно, что теорема Банаха нужна для обоснования вычислительных методов. Вот. Задача формулируется на самом деле следующим образом. Давайте я даже переставлю демонстрировать презентацию и опять возвращаюсь к планшету. Ой, извините, не возвращаюсь к планшету. Планшет. Так вот. Сейчас мы с вами попробуем решить следующую задачу. У нас есть какое-то число А больше единицы. Положительное число меньше единицы или равное единице можно рассмотреть достаточно аналогично, но нам удобно, чтобы сейчас А было больше единицы. Вот. И мы рассматриваем в качестве х, кандидата в х, пространство от квадратного корня из А до А. А в качестве отображения Т, опять же, рассматриваем следующее. Заметим, что вот это пространство метрическое, в нем расстояние между точками есть. Вот. Более того, оно полное, потому что это замкнутый отрезок напрямую. Согласны? Любая фундаментальная последовательность имеет предел внутри этого. Любая фундаментальная последовательность, которой члены элементы из этого отрезка, обязательно имеет предел в этом же отрезке. Вот. А в качестве отображения Т рассмотрим следующее. Т от х равняется А плюс х квадрат поделить на 2х. Еще даже не очень понятно, почему же, почему это отображение вообще говоря из х в х. Но на самом деле, если мы докажем, что оно сжимающее, то тем самым мы поймем, что если мы берем х из этого пространства, то результаты будут в этом же пространстве. Давайте поэтому сначала поймем, что оно сжимающее. Чтобы понять, что оно сжимающее, я напоминаю. В данном случае расстояние между точками – это модуль разности. Правильно? Значит, у нас есть две точки. Ну, например, у и z. И нам надо оценить расстояние Т от у. Ой. Сейчас. Что-то я не то сделал. Т от у. Слишком похоже получилось. Минус Т от z. Где-то y и z – любые произвольные точки из нашего отрезка. Нам надо оценить это расстояние, чтобы убедиться, что отображение сжимающее. Ну, давайте. Значит, модуль в данном случае – это расстояние между точками. Давайте попробуем это сделать. Значит, по определению этот модуль сохраняется. И у нас здесь будет а плюс у квадрат разделить на 2у минус а плюс z квадрат разделить на 2z. Правильно? Я ни в чем не смухливал. Продолжим. Сейчас приму. Добровол. Еще одного добровольца. Продолжим. Давайте приведем к общему изнаменателю и посмотрим, что у нас получается. Модуль az плюс y квадрат z – это z, четче напишу – минус ay минус y z. z квадрат. Все это поделить на 2z. Модуль, не забывая, равняется. Опять же, модуль, не забывая, у нас здесь теперь получается следующее. А на z минус y плюс y z выносим, а здесь остается y минус z. Сейчас, одну секунду, я немножко расширю. Вот так. y минус z. Ну и давайте 2y z можно уже писать просто. А так, мы знаем, что они положительные, можно писать здесь. Равняется. Сейчас, одну секунду, дайте я соображу. А, да. Ну давайте y, модуль y z вынесем за скобки. Модуль y минус z. Тогда у нас останется… Умножить на… Так, а… Ой, прошу простить, это… Так, это будет не а, это будет… Так, модуль y минус z мы вынесли. А, да, ага, здесь будет у нас… Ну давайте. А, ну да, все нормально. Здесь у нас будет а, деленное на 2y z. Это будет минус 1, ну или еще раз перепишем. Это будет y минус z. Минус 1, вторая. Ой, да, минус 1, вторая. Да, спасибо. Минус 1, вторая. И просто сейчас, так как мы имеем дело с модулями, то здесь мы переписываем это вот таким образом. 1, вторая, минус а, деленное на 2y z. Смотрим. Глядите. Вот это, извините, это расстояние между y и z. Правильно? А это то, что остается в остальном модуле, не больше 1, 2, потому что вот это величина положительная. Все, у нас получилось, что расстояние между образами как минимум вдвое меньше, чем расстояние между прообразами. У нас сжимающее отображение. А раз это сжимающее отображение, возвращаемся назад к лекции, к презентации лекции. Что мы можем сказать в таком случае? Ой, извините, не то. То, но просто то PowerPoint, а PowerPoint бывает и конфликты бывают. А вот. Значит, у нас оказалось сжимающее отображение. Значит, это сжимающее отображение имеет обязательно ровно одну неподвижную точку. И осталось только выяснить, что является неподвижной точкой. Вы знаете, какие-нибудь гипотезы есть, что является неподвижной точкой этого сжимающего отображения? Есть какие-нибудь гипотезы? Она у меня есть. Да. Корень из А. Корень из А. Совершенно верно. И давайте это проверим. Давайте проверим, что это неподвижная точка. Что это неподвижная точка. А если это неподвижная точка... Позвольте, я сейчас проверю. Так, сейчас. Я приношу свои извинения, что я еще все-таки не мастер использования... Это что такое? Не хочет. О. Итак, нам надо проверить, что корень квадратный из А действительно неподвижная точка отображения А плюс Х квадрат разделить на 2Х. А как проверить? Просто подставить. Давайте подставим. У нас получится А плюс корень квадратный из А в квадрате разделить на 2 корня квадратных из А. Ни у кого не вызывает сомнений, что у нас получается корень квадратный из А? Правильно? Тимур, подвержите хоть вы меня. Ну я же предложил это. Да, я знаю. Но теперь подержите, что я не обучу. Получается, вывод, вообще говоря, мы построили итеративный процесс приближенного вычисления квадратного корня из А. Как это делаем? Очень просто. Мы делаем это следующим образом. По теореме Банаха о неподвижной точке сжимающего отображения. В качестве начального приближения берем, например, квадратного корня из А, берем сам А. А далее, каждый следующий, хн плюс первый, это есть А плюс хн в квадрате, деленное на 2хн. Не хн, а хн. Ведь именно это был Банаховский процесс. Я напомню, сейчас я вернусь к презентации лекции, и вы увидите, что так оно и есть. Смотрите. Произвольная точка. Мы, например, взяли в качестве произвольной А. Каждая следующая получается в результате применения нашего преобразования к предыдущей. Ну, что мы и делаем. Что мы ровно и делаем. Замечательно. На самом деле, то, что мы сейчас построили, построили с использованием теоремы Банаха о неподвижной точке сжимающего отображения, на самом деле метод Ньютона вычисления приближения квадратного корня. Но, заметьте, мы сейчас это сделали совершенно не используя никаких производных, ничего другого. Мы использовали теорему Банаха. Метод Ньютона или метод касательных, я думаю, вы слышали о нем, что это такое. Слышали? Студенты точно слышали. Кто, десятиклассники, не знаете, что такое метод Ньютона, да? Давайте я тогда объясню совсем простым методом. Идея метода Ньютона состоит... Я немного интересуюсь историей математики, и я знаю несколько вариантов, знаю некоторую историю, как обычно описывается, как Ньютон придумал то, что стало называться методом Ньютона. Для вычисления не только квадратного приближения квадратного корня, а для численного решения алгебраических уравнений. Я не буду сейчас пересказывать эту историю, я просто объясню на пальцах самым простым образом, как можно прийти к идее вот этого метода, к идее, но еще не к обоснованию. Давайте так. Начинаем с некоторого приближения Х0. Интуитивно это приближение квадратного корня ИЗА. Но тогда... Тогда... Смотрим. Следующее приближение было бы разумно... Каждое следующее приближение было бы разумно вычислять по следующему правилу. Брать среднее арифметическое между текущим приближением плюс А, деленное на ХН. Давайте посмотрим, почему это интуитивно так. Это одна вторая. Это действительно среднее арифметическое. Так. Тут строгая эллипс не нужен. ХН предыдущее приближение. А вот что такое А поделить на ХН? Ведь наша цель ХН как бы квадратный корень. Значит, А, деленное на ХН, это как бы множитель дополнительный до квадратного корня. Правильно? Эта идея понятна? Да, понятно. А раз понятно, то вот... Но эта идея, она ничего еще не доказывает. Но в результате, если мы это перепишем, мы как раз и получим. А плюс ХН в квадрате, деленное на 2ХН. А доказательство, что этот метод интуитивный метод, интуитивный, это еще не означает корректный. Правильно ведь? А что этот интуитивный метод реально работает, доказательство основано на теореме Банаха о неподвижной точке сжимающего отображения. Что мы с вами сделали? Так вот, принципиальное и действительно фундаментальное для вычислительной математики значение метода теоремы Банаха о неподвижной точке состоит именно в том, что на ее основе основано очень много вычислительных методов. Ведь заметим, мы просто имеем... Да? Ведь Ньютон же не мог знать теорему Банаха, Банаха же после Ньютона. Конечно, не мог знать. Вы знаете, это Тимур ведь говорит, да? Да, это я. Тимур, я вообще могу рассказать, я бы сейчас не стал этого делать по очень простой причине, что мне надо было, чтобы рассказывать публично, мне надо свериться с тем, что у меня в памяти есть история о том, как Ньютон... Я где-то читал, как Ньютон придумал метод, то, что стало называться методом Ньютона. Поэтому сейчас я публично не готов рассказывать, потому что у меня ссылок нет. Иначе я буду это вот легенды сеять, а не правдивые истории рассказывать. Понятно? Ньютон вообще и не доказывал свой метод. Вот что достоверно, Ньютон просто применил свой метод для нахождения ровно одного корня, приближенного значения корня, одного уравнения пятой степени. И это было описано у него в одном из писем коллегам. Тем не менее, идея была столь просто изложена, и Ньютон из других идей исходил. Вот то, что сейчас я рассказал, и это не было идеей Ньютона. Метод Банаха он не знал, но Ньютон и не доказывал свой метод. Тем не менее, если интересно, это нуждается в дополнительной подготовке, чтобы это было не сеяние мифов, может быть, не соответствующей действительности, а правдивым рассказом мне бы надо было дополнительно подготовиться. Вообще, история математики очень интересная тема и заслуживающая всяческого, всяческого внимания и интереса. Ну вот. Сейчас продолжим. теорему Банаха, мы доказали утверждение про Татарстан. Разумеется, вопрос о том, какую карту надо взять в Новосибирском Академгородке, чтобы на карте обязательно нашлась точка, которая соответствует самой себе, тоже имеет очень простой вопрос. любую карту, на которой место, где вы находитесь, изображено, тогда обязательно найдется точка, которая соответствовала сама себе. На самом деле, вот для сегодняшней первой лекции, на сегодняшней, сегодняшней первом занятии я хотел бы поставить точку. Вот. В качестве домашнего упражнения я хотел бы предложить следующую. Творческую задачу, но тем не менее решаемую с использованием того, что было рассказывано. А придумать метод вычисления приближений кубического корня и обосновать его с использованием теоремы Банаха. Кубического корня из чисел больших единиц и обосновать его с использованием метода Банаха. В данном случае мне, я бы заведомо сказал, прошу не подсматривать книжки, а именно придумать метод вычисления. Вот по аналогии с тем, как... Давайте остановлю презентацию экрана, презентацию презентации и опять вернусь. Вот как вот здесь я описал интуитивный метод, как его можно было придумать и получил преобразование Т. Вот придумать нечто подобное для кубического корня и обосновать его при помощи теоремы Банаха. Напоминаю также, что если возникнет интерес, как доказывать теорему Банаха, мы можем это сделать. Но тогда нам придется чуть глубже изучить, что такое фундаментальная последовательность. И для старшеклассников нам придется потратить дополнительное время. А теперь уже почти что самый конец, самый конец. И фактически сейчас будет последний слайд сегодняшней лекции. Так вот, последний слайд сегодняшней лекции и действительно рассказ, почему сегодня день математика. И несколько забавных историй на эту тему. Ну, во-первых, для меня, как выпускника Новосибирского государственного университета, математического факультета, разумеется, приказ декана математического факультета это приказ. И вот считаем, это свежая фотокопия приказа освободить от занятий первого апреля студентов и преподавателей механика математического факультета НГУ в связи с празднованием Дня Математика. Так что, согласно этому приказу, сегодня День Математики. Это действительно традиционный день моего факультета, который я закончил. А второе, для меня было полной неожиданностью, что я недавно обнаружил, оказывается, Николай Иванович Лобачевский писал стихи. Более того, есть свидетельство, что он встречался с Александром Сергеевичем Пушкиным, когда Пушкин приезжал в Казань. И более того, даже есть миф, я могу, я нашел источники, которые говорят, что они провели целый вечер, даже почти что ночь до утра в беседах, и, как видим, мир был тогда тесен. выдающиеся люди, образованные люди находили друг друга очень быстро. И, оказывается, у Лобачевского самое известное его стихотворение, это стихотворение «Разлив Волги в Казани». Но, оказывается, у него есть не очень для нас благозвучно звучащее стихотворение, посвященное первому апреля. И вот оно, вот ссылка, откуда я его взял, тут присутствует. «Может, это шутка 1 апреля? Нет, сегодня праздник. Мы на самом деле отмечаем дружно все день математика. И не география, и даже не грамматика. Нам не помешает праздник отмечать. Будем математикам сегодня поздравлять. Пожелаем счастья им на многие лет, на много лет для любой задачи пусть найдут ответ». И вот на этой ноте, на этом слайде я хотел бы сказать «До свидания» сегодня. Жду, по крайней мере, конец лекции, на вопросы я еще готов ответить. Через две недели я продолжу, но продолжу с теоремой, с другой теоремой о неподвижной точке, совсем другой. Там ничего не будет от полноты пространства, там ничего не будет про метрики. Там все будет очень дискретно, без расстояний. Теорема Кнастера, но теорема тоже доказана и во Львове. Однако, начнем мы через две недели с обсуждения вопроса, который я задам. Придумать метод вычисления кубического корня интуитивный и обосновать его с использованием теоремы Банаха о неподвижной точке непрерывного, сжимающего отображения. Вот. Я готов ответить на вопросы, останавливая демонстрацию экрана, могу попутно рассказать еще несколько интересных вещей, уже не о математике, не математически, а околоматематически, связанных так или иначе с неподвижной точкой. Например, пример из фильма, который невозможно понять, некоторый момент из фильма, который невозможно понять, если не знать что-то про неподвижные точки. Я слушаю. Спасибо за то, что пришли и то, что слушали лекцию. Что это за фильм про неподвижную точку? Про неподвижную точку. Это фильм Игры разума про Нэша. Смотрели фильм Игры разума? Да, очень хорошо, хорошо. В этом фильме есть такой эпизод. Нэш встречается с фон Неймана, потому что фон Нейман на тот момент известный специалист по теории игр. Математик по теории, специалист по теории игр. Нэш показывает ему свою работу, ту, из-за которой теперь вот то, что сделал Нэш и за что он получил Нобелевскую премию по экономике, называется равновесием Нэша. Вот. Однако в фильме было ли это в жизни? Происходит следующее. Фон Нейман очень скептически воспринимает эту работу и говорит такую простую фразу, такую замечательную фразу. Что вы мне даете вашу работу? Ведь ваши теоремы это всего лишь частный случай теоремы Кокутани. Кокутани это не как Утани, это японское имя. Кокутани японский математик середины прошлого века. Кокутани доказал теорему о неподвижной точке, которая является обобщением теоремы Брауэра и называется теоремой Кокутани о неподвижной точке. Так вот, Нэш доказывал свою теорему о существовании равновесия в смешанных стратегиях, используя теорему Кокутани и Фон Нейман говорил, да что вы говорите, это всего лишь частный случай этой теоремы, стоит ли ее публиковать вообще? На самом деле, конечно, стоит, потому что теорема теоремой, но область применения и что неожиданная интерпретация этой теоремы, что теорема имеет дело, имеет отношение не к абстрактным каким-то пространствам математики, а к достижению равновесных стратегий в игре, это было совершенно вот открытие достойное потом Нобелевской премии по экономике. Но, как вы видите, не зная, что такое теорема как у Таня неподвижной точки, становится непонятно, почему фон Нейман говорит, что это просто-напросто частный случай, не имеющий смысла и так далее. Вот, еще вопросы? В чате получил по-техническим вопросом. Будет ли сохранена презентация? Я с удовольствием ее пришлю. Хорошо, здорово. Я только добавлю один слайд, где как раз я задаю вот этот вопрос, подумает про домашнее задание, подумать. Хорошо? Да, хорошо. Кстати, уважаемые слушатели, на самом деле математика и гуманитарная сторона жизни находятся всегда очень рядом. Вот, если вернуться сегодня к первому слайду, вы позвоните еще, если нет срочных вопросов, я еще кое-что расскажу, как раз пример из фильма, который невозможно понять, ну вот, который вообще лучше понять, если ты владеешь двумя языками и, кроме того, еще и понимаешь математику. Вот давайте вот на этом слайне. Когда мы с вами обсуждали, что такое представление с фиксированной запятой, с фиксированной точкой, вот здесь все остальные цифры десятичного представления числа пи отброшены. Они по-русски называются в данный момент незначащие цифры. По-английски один из вариантов названия незначащие цифры invisible фигас. Переведем дословно на русский невидимые фигуры. А теперь кто-нибудь из вас смотрел на русском языке американский фильм по-моему семнадцатого года невидимые фигуры? Нет, ничего такого не видел. Нет, я не смотрел их. Вы знаете, очень тоже советую, не то, что я могу сказать, что это перевернет вашу картину мира, но это очень интересный фильм. Тимур, я могу еще рассказать про фильм, или это уже не относится к делу? Ну, у нас еще 13 минут по регламенту. А, хорошо. Если срочных вопросов про двумодвижные точки нет, то про невидимые незначащие цифры. Так вот, фильм невидимые фигуры в русском переводе, а по-английски invisible фигас, фильм примерно шестнадцатого или семнадцатого года, он посвящен американской космической программе, как она работе в НАСА, цветных женщин, математиков, вычислитель. А это были действительно негритянки и метиски. Они очень много сделали для вычисления, тогда компьютеров еще не было. Вычисляли вручную. И почти полный состав вычислителей были женщины с высшим образованием, но цветные. Афроамериканки, метиски и так далее. И вот выходило так, что они были незначимыми фигурами. Их никто не упоминал, что они внесли вклад в успех американской космической программы тех лет. Поэтому в английском название Invisible Figus обыгрывает два смысла слова. Цифры, которые мы отбрасываем и невидимые фигуры. В русском варианте перевод невидимые фигуры потерял смысл, что отброшенные цифры. Хотя это действительно были отброшенные цифры. Имена этих людей не фигурировали в отчетах и успешных реляциях начала 60-х годов. Тоже советую посмотреть. Спасибо. Вот видите, сколько поводов рассказать что-то. Ну что, тогда все. Спасибо большое, Николай Вячеславович. Артур, вы правы, это напоминает теорему Браура. Я просто смотрю сейчас. Это действительно так. И чаще всего это теорема Браура и используется как теорема Браура. Но я про нее рассказывать не буду. Вот только что рассказал, что обобщение является теоремой Кокутани. Ладно, тогда до свидания всем. До свидания. До свидания. С днем математики у вас. И вас всех с днем математики. Спасибо. До свидания. До свидания.